Продолжение следует... Работает именно в сфере территориального планирования. Те, кто заняты выполнением проектов городов, райончиков и так далее, это просто, извините, похоже на шейную мастерскую, которая освоила автокад. Так вот, довольно много работ у нас сделано было и по Сибири. И должен вам сказать, что наши проектировщики, мыслящие проектировщики, транспортники в частности, они не смогли найти какие-нибудь экономические обоснования, как дать выжить той же Новосибирской области. Они искали, и непонятно как. Я вот сейчас на днях поеду опять в Новосибирск и хочу посмотреть, что там сделали в этом городе или, может быть, в этом регионе. Совершенно спокойно относятся к ожидаемому приезду китайцев. Там отвели территорию, которую даже не хотят контролировать. Пусть там будет чайный таун. Даже архитектура не берется курировать это. Пусть они все даже завалятся. Это не имеет значения, приедут, но бабы нарожают. Вот. Но тут важно вот что. Изменилась ситуация, ну я могу начать с нашего богатства, нефтегаза. Появилась какая-то странная ситуация, что у нас как-то формируется бюджет, независимо от деятельности людей. То, что у нас безумное падение сельской занятости, без возможности вывоза продукции, моя транспортная работа, нет дорог. Просто нет их. Вот. Это, конечно, очень большая беда. И даже если есть дороги, как вот один замечательный, вынужденный переселенец из Душарбен, главный технолог завода, изобретатель фантастический. Он наладил эффективное производство, и у него есть сельскохозяйственная продукция. Но он не может вывезти за пределы Рязанской области. Как только он появляется на дорогах Московской области, его обирают, и он не доезжает до Москвы. Вот. Это большая беда. Но речь это о другом. Вот этот нефтегаз, которым мы владеем, создает бюджет и побуждает забыть о населении. Должен вам сказать, что в Минрегионе до сих пор, а мы давно с ними пытаемся сотрудничать, до сих пор не осознали, что 73% живут в городах. Этого они нет. О феномене города они не знают. То, что вся наша страна в соответствии с идеологией вертикальной власти, это табуретка на одной ножке, она является страной территорий. Все люди живут на территориях. А то, что внутри там происходят какие-то процессы, это не сильно-то заводит. Действительно, это да. Никакие аргументы не помогают. Теперь вот эти пресловутые 20 агломераций. Я не понимаю, как можно говорить о агломерации Камчатка. Мы шить-то. Это профанация. Слово было запрещено. У нас по закону Городостроительный кодекс отрицает понятие агломерации. Есть в соответствии с вертикалью задачи проектировать в пределах административных границ. Не моги заглянуть за границу города. Тебя накажут за нитеревое расходование бюджета. Не моги заглянуть за пределы расчетного срока гениального плана. Тебя накажут рублем за нарушение... Ну, извините, я прадедушка. У меня правнушка есть. Я должен думать о будущем. Почему мы в Москве съели все территориальные ресурсы, так и не решив проблему москвичей? И, может быть, в этой самой деятельности я бы примутно к своей градостроительной деятельности сказал, что беда в стране отчасти спровоцирована московской строительной политикой. Огромнейший процент коммерческого жилья на перепродажу, не решая проблему москвичей, дает возможность, он является притягивающим фактором. Сюда приезжают вложить деньги, потому что есть шанс еще больше получить. Но когда-нибудь это кончится. Это пирамида, которую нужно было уничтожить в корне. Привожу пример турецкого урбаниста, который рассказывал, как у них организован. У них есть норма прибыли. И если ты на рынке продал дороже, разницу верни город. Поэтому таких бешеных доходов, как в нашем строительном комплексе, там нет. А наш строитель освобожден полностью от каких бы то ни было инфраструктурных обременений. И мы сейчас видим эту ситуацию. Просто транспорт это очень наглядная вещь. На самом деле полная потеря всякого инфраструктурного обеспечения. Это в 20-х годах идет. Но вспомним 20-е годы. Тогда еще существовал, ныне восстановленный снова, Сибирский союз городов. Он спонсировал, или другое, может быть, слово, опекал сельское хозяйство. И Россия была крупнейшим в мире поставщиком сливочного масла. Никакая новая зеладия не могла состязаться с ней. Но это все прошло. Прошло. Вместе с индустриализацией и ликвидацией работящего крестьянина. Что же сейчас? Я помню, была диссертация одного, попытка вернее, диссертация одного по профсоюзному движению, там есть какая-то наука, пришел ко мне за консультацией. Ему нужно было нащупать отклик народа на призыв партии правительства. Сорену осваиваем, или что-то сместилось. Ну, почему ко мне пришел, потому что я повторил работу Менделеева. Я определил цену тяжести населения России. Сделали работу, оказалось, что все это смещение в масштабах страны составляет 150 метров. Диссертация не состоялась. Но он выявил тончайшие вещи. Тех, кого шевельнули на БАМ, на Целину и так далее, превращаются в перекати поля. Они нигде не оседают. Они едут на новую стройку, на ГАЭС или куда-то. А это тоже категория населения, вот эти самые мигрирующие по стране, они и в Штатах были. Хотя в Штатах там немножко другой тип населения, там собственные дома, это нормально. И вот это как раз то, что он пришел к такому выводу о существовании перекати поля и слабом эффекте призывов в правительствах, это вынудило закрыть. Исследования, более того, они были запрещены. В дальнейшем были просто запрещены исследования такого рода. Теперь что мы вспомним, может, еще, я старый человек, я много помню, хотя был ребеночком тогда. Столыпин, переселяя крестьян в Сибирь, давал землю бесплатно. Вот вы говорите, что, я не верю, я просто звучала информация, что есть некая поддержка со стороны государства в адрес переселенцев, ну, например, возвращающихся по... В данном случае по госпрограмме переселено с этой теми. Ничего не дают. Это несчастье. Вот у меня в Рязани действительно есть этот замечательный человек, который благодаря своему изобретательному таланту, он создал качество. Не согласен с вами, в каком плане? Нет, нет, просто это важно. Потому что, например, губернатор Амурской области Кожемяков, он заложил бюджет на 5 семей переселенцев, например, как пример, да? Он заложил помощь постройке дома, он заложил конкретные участки, сейчас не помню, по-моему, по 75 га и так далее. И тем самым, то есть эта программа и должна опираться на регион. Другое дело, что в регионах губернаторам люди не нужны. Да. Люди не нужны. И в Москве они не нужны. И если их перемлют, где половина, и во всем может быть одна из причин, это наша налоговая система. Если в Штатах, в частности в Штатах, президент Рейган платил налоги со своей президентской зарплаты по месту своей регистрации в своем штате, и поскольку он был фермером, он еще имел льготы с этого, у нас мы платим налоги кроме подоходных через своих юридических лиц. И поэтому разговаривают только с ними. Мы не нужны. Мы тем самые жлобы, которые в Южном Бутово воспротивились снести их дома, чтобы Лужков мог построиться. Я не только сейчас колю Лужкова в этом аспекте, там грехов много. Вот. И как раз вот это может быть очень важно, что с народом-то не разговаривают. И с городами не разговаривают, а разговаривают с губернаторами. Такова наша вертикаль власти. Теперь беда Москвы. Опять потянулась вот эта самая Цеговотина с попыткой объединить Москву и область. Ну никак это нельзя. Я уважаю Вячеслава Глазачева, который поехал в Челябинск и наладил переговорный процесс между отцами города и прилегающих районов. И договорные отношения между ними. Потому что как только ты сменишь административную границу, у тебя просто сменится главное больно другую. Это действительно так. Я помню, в той же самой Рязани работа была, удалось убедить, что не надо менять границы. Потому что дальше... Эта вот агломерация не имеет фиксированной границы. Ее не дай бог, у нас есть такие мастера, которые пытаются начертить агломерации, обозначить их как явление. Нет. Граница агломерации вероятность. Ну, транспортники умеют это определять. Есть некоторая связность городского и пригородного пространства. Но вот гримаса раздельного управления города и прилегающей территории соседнего субъекта, особенно в Москве, в московской ситуации, это вообще субъект федерации. Вообще они могут разговаривать только на уровне общественной палаты, как минимум, или совета федерации. Это ужасно. Тут как раз очень важно то, что происходит несогласованная политика смежных территорий. Вот я анализирую, транспортно анализирую ситуацию, я понял, что в московской области своей генеральной идеей считает наполнение бюджета области. Но не в улучшение качества жизни жителей области. Тот же самый ЦКАТ, на самом деле это никакой не концерт, замочная скважина, предполагалось использовать для транзитных грузов из Японии или из Китая. Ну то, что происходит на китайско-финляндской границе. Вот. Причем, ну это важная функция, например, там логистика установлена, они спасли в каком-то смысле Москву, устроили там юридическую службу. Но где? В зонах, где нет поселений. Следовательно, там будут предприятия такого рода с гостопарками. Это интереснее, чем заботиться о собственном населении. Вспомним, опять же, это эти самые 26% красноверских селян. Я знаю, что была в свое время, когда началась урбанизация еще старыми землеустроителями, ну вместе с индустриализацией страны, еще старые землеустроители работали. Все-таки речь шла о том, до какой степени можно позволить себе роскошь городского типа развития, чтобы удержать жизнеспособность продовольственную, продовольственную безопасность. Это было ограничение. Так вот, если мы сейчас пытаемся, ну как такое, избавиться, пристроить этих несчастных селян, которые в слишком большой проценте там присутствуют, то давайте сообразим. Обвинение наших бизнесменов в утечке капиталов за рубеж. Есть там еще одна компонент. Мы рассчитываемся с зарубежным поставщиком. А это включено в утечку капиталов. Ну правильно. Если мы не делаем ставку на самообеспечение страны продовольствия, то тогда мы, конечно, будем терять капитал и зря будем качать нефть, которая не так долго будет лечься. И, наконец, может быть, последнее, что я хотел бы сказать в этом ключе. Сибирь. У нее вот сейчас нет концепции. В целом, Сибирь. Я ее нигде не смог прочитать. Но вот есть очень интересные свойства. Об этом говорил единственный ученый среди наших директоров, Виктор Владимиров. Он инженер, доктор архитектуры, территориальный эколог, так скажем. Он определил такое понятие, как экологический баланс. Сколько здесь... Как баланс. Экологический баланс. Вот сколько здесь в этом месте производится, и сколько может спасти состояние леса, травы, воды и так далее. Вот когда нельзя это превышать уже? Ну, не совсем правду, но главный вывод следующий. Соединенные Штаты не пользуются амазонским кислородом, они пользуются сибирским кислородом. И если мы прекратим уничтожение сибирской тайги, если мы пойдем на то, чтобы ограничить темпы своего роста, очень важно, темпы роста, то мы можем даже согласовать через Киевский протокол поставку нам некоторой компенсации со стороны Соединенных Штатов. Это не смешно, это вполне возможно, потому что Сибирь выполняет некоторую глобальную функцию экологического равновесия планеты. Ну, я, наверное, уже далеко ушел от темы миграции, но, тем не менее, на днях я поеду в Новосибирск и буду там обсуждать тему мобильность. Это один из элементов миграции. Но я буду обсуждать это чисто в транспортной терминологии.